Неужели вы сами не понимаете всю абсурдность вашего вопроса? Вы только не обижайтесь на меня, пожалуйста, ладно? При чем здесь Россия и российские вкладчики в одной из стран Европейского Союза? Вот чем больше вы там щипаете иностранных вкладчиков в финансовых учреждениях своих стран, тем для нас лучше. Потому что все задетые, обиженные, испуганные должны, мы надеемся, но не все, но многие, придут в наши финансовые учреждения и будут хранить деньги в наших банках. Почему в свое время многие российские вкладчики вывели свои средства в, скажем, такие зоны, как Кипр? Ну, надо прямо сказать, потому что не чувствовали надежности российской финансовой системы. Она и не была такой. Вы вспомните, 1998 год, обвал, 2000 год, но это уже наша общая проблема. Опять были огромные страхи, связанные с сохранением финансовой системы. Но в 2008 году, когда пришел новый кризис, мы не просто удержали нашу финансовую систему, а мы ее укрепили. И ни одно наше финансовое учреждение не развалилось. Были проблемы, но мы не позволили никому бросить своих вкладчиков. У нас практически… Ну, конечно, людям было тяжело в период кризиса, но мы построили работу нашей банковской системы таким образом, что мы ее не только поддержали, но и в целом укрепили и все-таки предприняли определенные шаги по ее реструктуризации, аккуратно и тем не менее по ее укреплению. И я очень надеюсь, что и сегодня это люди поймут. Вот то, что происходит, конфискация средств вкладчиков, в том числе российских, где бы их ни было, на Кипре или в других местах, это подрыв доверия ко всей банковской системе еврозоны. Теперь по поводу того, поддерживать или не поддерживать, кто виноват. Ну, разве те люди, которые пришли и вложили туда свои деньги, просто разместили свои личные деньги в банки, не нарушая никакого закона, ни законов Кипра, ни законов Евросоюза, сделали все по закону, а у них взяли раз и отстригли 60% их вкладов. Разве это справедливо? Ведь они ничего не нарушили. Но если мы считаем, что это было, так как на сленге в финансовом мире говорят, прачечное, для отмывки грязных денег, то это надо доказать. Ведь неужели мы с вами не знаем элементарных правил? Одно из этих элементарных правил называется презумпция невиновности. Если человек, не доказано, что человек в чём-то виноват, то он невиновен. Но как же можно пренебрегать вот такими вещами? Заранее объявлять всех жуликами. Так можно объявить жуликами кого угодно. Значит, вот эта офшорная зона, она что нами была создана, это Евросоюз её создал. Или власти Кипра создали, а власти Евросоюза допустили. А это что, единственная такая зона, которую создали страны Евросоюза? А мы что, не знаем островных еврозон Великобритании или каких-то других зон? Они тоже существуют. Если вы считаете, что это плохо, ну так закройте их тогда. А почему вы сделали ответственными за все проблемы, которые возникли, в данном случае, в этой стране, ответственными вкладчиков, какой бы ни были ни национальности? Британцы, российские граждане, французы или кто угодно. Значит, я встречался с руководством Еврокомиссии, у меня с ними очень добрые личные отношения, мы спорим очень по многим вопросам. Значит, разве Россия виновата в том, что возникли проблемы? Когда вкладчики приходят, они, наоборот, поддерживают банковскую, а значит, и всю систему экономики страны своими вкладами и своим доверием. Продолжение следует...